Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и вместе с вами, друзья, думаем, каким образом пережить эти непростые времена. Сегодня хотелось бы записать видео по поводу того, почему цены в рублях не падают. В чем причина? Доллар вроде бы ослаб, а цены не падают. Обязательно смотрите данное видео до конца, чтобы у вас было понимание, почему не падают, что на это влияет и каким образом можем использовать какие-то определенные лайфхаки. То есть можно от этого все-таки выиграть за счет того, что формально на валютном рынке у нас все-таки рубль укрепился. Основная причина, почему цены не падают, вытекает из предыдущей причины, почему они выросли. Выросли в России за счет валютной составляющей. Что произошло? Всегда, когда происходят резкие движения в валютных парах рубль-доллара, рубль-евро, причины могут быть абсолютно разные. Экономические причины могут быть геополитические. То есть когда начинает взрываться волатильность, то есть начинаются резкие всплески как в плане роста, так и в плане падения, то это приводит к тому, что долгосрочные контракты импортеров, компании, которые привозят импортные товары на территорию России, у них резко начинают увеличиваться валютные риски. И не все компании, ну мы не говорим про каких-то мастодонтов, да, не все компании, особенно это касается товаров массового потребления, это касается одежды, это касается каких-то комплектующих, ну то есть не каких-то промышленных объемов поставок, да, я не знаю, там импортеры, там, я не знаю, те машины завозят, да, которые собраны на территории Кореи. Мы про таких не говорим, мы говорим именно вот про повседневные товары. Вот такие вот вещи. Из-за того, что обороты не очень высокие, и у людей нет понимания, каким образом управлять своими валютными рисками, то есть что происходит с импортерами? Происходит следующее. Курс взлетает, а у него есть обязательства, ну, я не знаю, там, человек заключил контракт на поставку какой-нибудь канцелярской продукции из Китая в государственное учреждение. Я как пример привожу сейчас, да, я просто говорю о том, что контракт какой-то длительный. И в этом случае что получается? Получается, что у него выросли валютные риски, цена закупки для него может стать больше, чем цена реализации. И поэтому он вынужден переписывать ценники. То есть в условиях вот этой вот нестабильности, по себе могу сказать, да, то есть когда смотрели там запасные части, то есть мне нужно отремонтировать иностранный автомобиль, у дилера на складе нет этих вещей. Ну, то есть нет этой запасной части. На центральном складе в Москве нету. Производитель отказался вообще работать с Россией, да, Land Rover не поставляет никакие запасные части. То есть купить негде, ну, вот от слова совсем. Начинаешь смотреть какие-то бэушные запчасти, да, чтобы восстановить, страховая согласовала ремонт. Смотришь, бампер, кусок пластика стоит там 120 тысяч рублей, и то не продают. Говорят, перезвоните завтра, мы не знаем какая цена, то есть эта цена не актуальна на объявлении. Поэтому здесь к вопросу о том, что не локальный случай, это происходит повсеместно. То есть все импортеры, кто занимается импортом, у него вырастает цена закупки. Раз. И он тут же начинает переписывать ценник. В момент, когда он переписывает ценник, он переписывает его не только на цену закупки, насколько у него увеличилось из-за валютной переоценки, он начинает закладывать еще и валютный риск, потому что все же считают, когда доллар был по 120, все же считали, что он будет 150 или вообще будет 200. И поэтому получается, что этот импортер, он вот эти ожидания по валютному курсу, он закладывает и на будущее, уже в текущую цену для текущего потребителя. Потому что он сейчас покупает валюту, чтобы нести эти валютные риски. И получается, рост не только на уровень девальвации рубля цены происходит, но еще и на уровень ожидания, что будет с валютой в случае, если будут такие какие-то непонятные вещи. И то есть что произошло? Импортер испугался, ценник переписал. Второй момент. Разорвались логистические цепочки. Ну просто разорвались, да, какие-то особенно идущие из Европы или недружественных стран. Разрыв логистической цепочки, чтобы ее восстановить сейчас в условиях санкций, нужно не одну прослойку делать, а нужно делать несколько прослойок, да, чтобы вот этот вот товар, который идет, да, формально менял вот эту вот дружественную страну происхождения или недружественную страну происхождения. Мы все помним, когда у нас Беларусь стала, да, там, одним из лидеров по импорту в России креветок, хотя не имея при этом выхода в море, да. Вот примерно вот эти вот логистические цепочки, они приводят к тому, что путь, который проходит товар от производителя до потребителя увеличивается. Транспортная составляющая, затраты на топливо. Само топливо выросло в цене. И получается, что даже компания, которая для импортера отгружает товар, она тоже вот эти вот логистические издержки начинает на импортера перекладывать. Он, в свою очередь, начинает перекладывать на потребителя. И опять они только формируются, они не сформированы еще. Они тоже не могут сформироваться по щелчку. Нужно подготовить инфраструктуру. Нужно в каждой стране со своей юрисдикцией зарегистрировать торговое представительство какое-то. Или торговую фирму независящую, да. И через нее уже делать непосредственно эти поставки. И поэтому получается, что в моменте на это отреагировали. В цену все эти риски заложили. А сейчас курс доллара непосредственно упал. И что? Товар уже проплачен. Логистические цепочки ты строишь. У тебя все равно цена закупки выросла. Никуда она не разрешилась. Китай еще и закрылся на самом деле. То есть поддал жару в пламя. То есть со своими ковид-остановками целых промышленных зон. И поэтому получается, что цена, несмотря на то, что валюта упала, цены в России не снижаются. Потому что вот эти вот риски, они еще никуда не ушли. Что делать в такой ситуации? То есть что делать нам в такой ситуации, когда произошла история, связанная с тем, что укрепилась национальная валюта? Первое. Обратите внимание на товары какие-то долгосрочного пользования. То есть то, что, например, делаю я в настоящий момент. Посмотрите сейчас текущие цены в рублях. Автомобиль пригнать из Эмират. Если вас устраивает автомобиль для Эмират, посмотрите пригнать из Европы, из Америки. Есть ребята, я знаю, что есть ребята, которые этим занимаются. Цены очень шоколадные. То есть вы можете видеть. Вот опять-таки ценники на российские автомобили были там переписаны очень сильно. На вторичный рынок тоже. Вторичка сейчас начинает снижаться, потому что продаж нет. Обратите внимание, если вы там действительно чувствуете себя комфортно. Если вы можете купить валюту на брокерском счету и перевести в дальнейшем банковским платежом. Или на свой счет, или на счет другого человека несколькими тражами. Посмотрите товар длительного пользования. Это может быть бытовая техника. Это может быть опять же тот же самый айфон в Европе, который стоит там 1100-1200 долларов равно евро. Они практически сравнялись по курсу, практически пришли к паритету. То есть в рублях это уже не 130 рублей за айфон, а где-то порядка 60-70 рублей можно современный айфон купить. Первый вариант. То есть вы смотрите на товар длительного пользования за рубежом и, соответственно, расплачиваетесь там, разобравшись в инструментах того, каким образом сейчас делают трансграничные транзакции непосредственно с иностранными покупателями или посредниками, которые позволяют такую сделку провести. Это действительно цена, можно получить, опять-таки, даже можно посмотреть на новые автомобили из Америки. С учетом стоимости доставки и растаможки может даже выходить дешевле, чем ценники, которые наши дилеры выставляют. Второе. Это товары повседневного спроса. Тот же самый текстиль. Турция, да. Причем в Турции здесь идет, скажем так, двойная выгода. А, они принимают карточки МИР. Б, у них инфляция порядка 47% в стране. И получается, что турецкая лира по отношению к рублю за три года там обесценилась процентов на 70. С учетом текущего укрепления рубля к доллару, да, можно покупать вот именно в таких странах, где национальная валюта обесценивается к доллару. Рубль, соответственно, укрепился к доллару. То в этом случае, если вы видите такие диспозиции с пропорцией, то вы можете это сделать, рассматривать. Это могут быть поездки в тот же самый Стамбул, где можно покупать одежду, обувь. Можно покупать какие-то не индивидуализированные товары. И даже на основе этого строить какие-то небольшие бизнесы. Действительно, сейчас есть возможности. Как бы не показалось это смешным. Челночный бизнес. То есть, закупать какие-то качественные товары, я не знаю, на территории Турции завозить. То есть, торговым партнером по-прежнему являемся. Вопрос просто возможности проведения транзакций в рублях, в долларах, которые куплены через валютную секцию. Это тоже хороший вариант, который можно непосредственно рассмотреть. Какие выгоды непосредственно с этого можно получить. Это то, что приходит в голову, то, что лежит на поверхности. Надеюсь, что вам было это полезно. Надеюсь, вам понятно, почему у нас сейчас происходит. Цены стоят на месте, несмотря на то, что рубль очень серьезно укрепился. И вторым фактором еще является то, что многие же понимают, что это вряд ли надлога задержится. Все равно комфортный уровень для бюджета это 75-85 рублей за доллар. Это комфортный уровень для доходной части российского бюджета, который получается за счет налогов с экспортеров. И поэтому здесь цена может вырасти доллара непосредственно. И поэтому тоже как возможный вариант диверсификация, я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что в течение 12 месяцев будут серьезно ослаблены ограничения, которые ввел Центральный банк в отношении физических лиц, обращение, снятие наличной валюты, потому что курс надо будет укреплять. Поэтому диапазон от 50 до 65 рублей является хорошим для покупки валюты. При этом не исключаю, что в следующие два месяца мы можем теоретически сходить и куда-нибудь на 50-52 рубля за доллар. У меня сегодня на этом все. Если понравилось видео, подпишитесь на канал, щелкните на колокольчик, чтобы получать уведомления. Оставляйте комментарии, какие лично вы еще знаете способы в настоящий момент для того, чтобы использовать крепкий рубль. Будет ценно для всех наших подписчиков и для меня лично. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»